Раскол, который может обойтись слишком дорого, Дональд Трамп публично разругался с одним из ключевых республиканцев в Конгрессе и получил оппозицию в рядах однопартийцев. Из-за чего ссора и чем она может закончиться для американского президента выяснял Дмитрий Анопченко. Белый дом превратили в детский сад. Эту фразу сенатора Коркера цитируют сейчас много и часто. Один из самых влиятельных республиканцев, глава комитета по международным делам, без одобрения которого ни послов не назначить, ни внешнюю политику изменить, публично разругался с Трампом. Сначала президент в свойственной ему манере написал в Твиттере, решил не поддерживать кандидатуру Коркера на новых выборах в Сенат и добавил, мол, без его одобрения у политика кишка тонка выиграть выборы. Сенатор не замешкался с ответом. Съязвил. У него чувство, что Дональд Трамп действует на посту президента, так как будто до сих пор играет босса в своем знаменитом реалити-шоу. Казалось бы, просто перепалка в соцсетях, но ведь это высшие чиновники страны и отношения между собой прилюдно выясняют. И конфликт Трампа и Коркера, похоже, стал последней каплей. Влиятельные республиканцы теперь вслух говорят то, о чем они раньше только в хулуарах, да и то шепотом говорили, мол, президента необходимо контролировать. Тот же сенатор Коркер дал интервью Нью-Йорк Таймс, где уже ничего не скрывал. Заявил, действия Трампа могут к началу Третьей мировой привести, а в Белом доме каждый день бывают ситуации, когда главу государства нужно сдерживать. Привел и примеры. Якобы своими резкими твитами Трамп испортил множество переговоров и едва не сорвал диалог по Северной Корее. А сенаторы, и того хуже, решили голосов не давать. Маккейн открыто признался, будет тормозить кадровое назначение среди силовиков. Коркер и коллеги запросто могут похоронить все планы налоговой реформы. Так что за простую несдержанность в выражениях новая команда может заплатить непомерно высокую цену. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.